Всем привет! Алисочка, расскажи, куда мы собираемся? На сковороджение. Да, с нами должна была ехать Дашенька, но в последний момент что-то передумала. Говорит, не охота мне, настроения у меня нет. Вот, а мы Алисе уже сказали, что у нас с Дашей вместе поедет. Ну, вроде... Злата, не, Злата на кружках сегодня, на других. А Эмма, я не знаю, Эмма не дозвонилась, Зайка. Поедем сами. Полазишь сама. Хорошо? Мне скучно будет, когда я сама полазу. Ну, ничего, немножко полазим и поедем домой. Короче говоря, позвонили мы Эмме, позвать ее с собой, а Эмма гуляет в парке, и мы решили ехать тоже в парк гулять, вместо скалолазания. Вот, я там позвонила, сказала, что мы оплатим пропущенное занятие, да и все. Нам сказали, что хорошо, ничего страшного. И мы решили сходить в парк. Вот у лисюшки уж сильно не хватает подружек. Я, конечно, долго не прогуляю, потому что у меня тоненькие штанишки надеты. А сегодня ударил мороз. Видите, и иний, и снег. А лису мы одели хорошо. По-зимнему. Кто тут нам навстречу идет? Лесные звери. Встретили лесных зверей, да? Да. Ну, побежали к Эмме. Привет, Эмма. Все, мы нашли Эмму и Витю. Привет. И Иль. Да, в Голливуде. Будет у тебя скалолаза. Да, да, да. Скалолаза нет очень. Это до самых самых много. Я не хочу на скалолазу. Головатый я бетон. Головатый я бетон. Головатый я бетон. Головатый я к тебе зовут. Головатый я бетон. А тебя как? Я хотела так по ступенькам. Головатый я цвету. Ой, мы ручки замерзли. Греет в карманах. Холодно сегодня очень. Отпихивайся ножками. Отпихивайся ножками, ты не упадешь. Ты же держишься. Не бойся. Меньше была, не боялась кататься на таких. Давай папа тебя снимет. Меня научили так. А, она хочет сесть по-другому, да? Вот так. Вот так ты не боишься, да? Кто тебя так научил сидеть? Научила Катя. Катя? Да. Понятно. Говорит, меня так научили сидеть, чтобы не бояться. Наша Катя. Наша Катя, понятно. Не наша Катя. А, не наша? А какая? Наша Катя. А, на детской площадке? Да, на детской площадке. Понятно. Где ты его видишь? Нет. На что это похоже, Абис? Это на планеты. На планеты это похоже, вокруг Солнца, да? На мая. Дядя Курьер нас и тут нашел. Мы сейчас в машине возле парка, собрались ехать домой. Тут он нам позвонил. И, короче говоря, вот Костя побежал к нему. По дороге встретились. Какие-то три посылочки нам пришли. Ну что, замерзла гулять, да? Да, руки хаблонные. Ручки замерзли. Сейчас в машинке согреешься. Я палочки взяла. Тут тепло, да? Да, я взяла запасы палочки. Запасы? Запасы, зайка. Вот. Мне вчера Алиса говорит, ей приснилось, как дядя Курьер едет в танки и стреляет. Именно дядя Курьер, не знаю, я ей говорю, он что посылками стреляет. Нет, не приснилось, что он. А просто он вчера у себя дома утром играл на планшете. Таня Габр в посылке стрелял. А, дядя Курьер играл на планшете, в танки и стрелял в посылки. Я все совсем не так поняла. Да? Дай ручки потрогай. Ой, ледяные, ледяные ручки. Давай погрей. Ледяные, видите? Да. А я тут уже согрелась. Я раньше их вернулась, раньше Костя с Алисой. И сидела в машине. Вон, папа три посылки принес. Я прям по дороге решила одну из посылок открыть. И вижу уже, что здесь новогодняя почта. Это набор, чтобы Деду Морозу письмо написать. От Рана Креатив. Такой наборчик. Приедем домой, посмотрим. Костя, оказывается, еще в магазин решил заехать. Поэтому я сейчас буду сидеть распаковывать посылки, пока он пойдет. Положил на меня две посылки. Кстати, они обе легенькие. Несмотря на то, что довольно большая вот эта, она совсем легенькая. Мама, подожди, не распаковывай посылки, дома распаковывай. Чего? Давай здесь посмотрим. Скучно же просто так сидеть. Пока папа ходит, посмотрим, что там. Так, во второй посылке что-то с каким-то бубенчиком. Какая-то творческая мастерская, что бы это могло быть. Ой, так, видите, переложили бумажками, чтобы оно не разбилось. Что-то звенит. Что бы это могло быть? Я до сих пор пока не понимаю. Что-то холодное. Это что, свечка, что ли? А, вспомнила. Это я заказывала, но мне оно маленьким казалось. Я думала, что там такой как бы подсвечник. В общем, это такая штука стеклянная, расписанная, так понимаю. Внутрь ставишь свечку, и она вот мерцает. Получается огоньками. Очень красиво должно быть. Но я думала, оно гораздо меньше. А оно прям такое огромное. Это на Новый год. Такое, как светильничек, внутри которого будет мерцать свечка. На стол поставить. И последний ящичек. Пока тоже непонятно, что это. Что-то белое и мягкое. А, вспомнила. Это такой коврик под елку. Приятный очень. Елки еще, конечно, нет. Но когда будет, то постелим. Надоело мне то, что мы каждый год стелили. Решила в этом году новый заказать. Решила я еще открыть этот набор, посмотреть. Что здесь находится. Вот такое вот здесь письмо. Как раз для ребенка, который еще не умеет писать. Такое письмо подойдет. Это уже когда будет уметь, будет сама писать, как захочет. Рисовать, вырезать. Пока можно так. Еще тут целая пачка. То ли открыток, то ли раскрасок. Наверное, открыток. Близким дарить. Тоже классно. И вот сама коробочка. Куда опускать письмо. Классный наборчик. Деньги. Где десятый? Получилось? Да. Что там? Звездочки с блестками. Звездочки с блестками? Вот. И все? Да. Там письмо от Деда Мороза. Письмо? А что там написано? Новый день, новые приключения. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Предлагаю именно сегодня над этим хорошо задуматься и продумать свой новогодний наряд. Да и наша елка сильно переживает по поводу своего наряда. Сегодня она смотрит в небо и мечтает о своем новогоднем образе. Задание тебе надо. Закрасить клеем верхнюю часть картины и посыпать небо блестками. Придумать свой новогодний наряд. Будем делать? Да. Давай. Помочь тебе? Нет, я знаю. Да, помочь. Да. Мама. Это много клея. А ты размашь. Классно, что у нас есть клей, который именно синий подходит. Еще и с блестками. Да, с блестками. Теперь небо блестит. Вот блестки. Да. Небо докуда? До начала елки, да? Я думаю. Да. Где-то до самой елки, Маша, Лисочка. Еще ниже, Маш, тоже. Нет, там еще много клея. Зачем тебе новый? Дай-ка. Смотри, надо что-то размазать. Вот до сюда, Маш, где-то вот так небо. Размазывай тот клей. Я не хочу удаливать, а макать. Спасибо. Сыпчина. Да. Сюда. Наклей, сыпь блесточки. У нас там и так уже есть блесточки. Везде-везде вот так сыпь. По всему. По всему небу. Одно пальцы разжал. Давай кисточкой исправим. Да, вот так умница. Только ты ж по всей длине, да. Все. Кисточкой обработаем. Давай. Да. Умница. Нравится тебе? Да. Мама. Давай. Мама. Все. Смотри. Ух ты. Как красиво. А, звезды какие. Я еще задание ловить хочу. Еще девятка. А, вот она. Девятка. Я пропустила. Спасибо, Катя, что мне помогает. У меня в голове такие вертолеты. Я сходила вчера еще на массаж к Диме. Дима его сделал прекрасно. Ну, он расслаблял мышцы и на шее, и в грудном отделе. Но, вот то, что мне опять мы трогали шею, наверное, нельзя все-таки было сейчас этого делать. Потому что вызвало вообще еще больше толчки в голову, и я прям ходить не могу нормально. Я уже даже думаю о том, что может придется лечь в больницу и капаться. И Махочка меня лежит, лечит все время, смотрит на меня так преданно, вообще от меня не отходит сутками. Да, кися моя? Ты хочешь, чтобы я поправилась? Ух ты. Задание? Мое задание. Давай. Привет, трудяшка. Ты трудяшка? Нет, мама трудяшка. Ну, тогда это задание для мамы, да? Нет, это для меня. Ладно, я трудяшка. Ладно. Говорят, что большинство чудес случаются ночью, пока никто не видит. Тебе приходилось когда-нибудь смотреть на звездное небо? Оно необычайно волшебное. А для того, чтобы ты мог увидеть его частичку в любой момент, на нашей картине мы создадим луну и созвездие Большой Медведицы. Круто? Да. Смотри, какая будет луна. Ух ты. И Большая Медведица тоже. Видишь там созвездие? Ух ты. При помощи пластилина и палочек создай луну и созвездие Большой Медведицы. Оставь на ночь, чтобы все застыло. Я это уже открыла. О, открыла уже. Давай делать, да? Ты сможешь вот такую луну слепить, Алиса? Нет, не смогу. А ты попробуй. Ну, чего там делать-то, Иль? Попробуй, у тебя же много пластилина. Как крошки на большие. Как сыра. Да, как сыра. А ты справся, и все. Ух ты. Только точки на ней нужно сделать. Точки. А не толстую делать или плоскую? Я думаю, плоскую же надо туда приклеить. А я думаю, толстую. Толстую хочешь луну? Да. А зачем тебе толстая луна? Не знаю, зачем толстая луна. Ну, давай толстую. Да, папа, делай толстую луну. Нет, плоскую. Я взяла пластилин. Алис, смотри, какая луна. Ух ты. Я этим пластилином хочу полепить. Все, Алису завлек пластилин, а не задание. Это большая медведица. Да, и луна. Да, и луна. Вот такая у тебя большая медведица получилась. Большая медведица. Тебе понравилось делать? Я покажу еще. Вот мышка. Ух ты. Сейчас, подождите. Я колобасу сделаю. Статуэтку Традра Мамы. Спасибо. Спасибо.